В Верхнем Пышме Свердловской области есть шикарный музей военной техники. На заднем плане вы видите, находятся у меня различные виды, единиц техники отечественных и не только конструкторов. Данный музей работает до 22 часов в летний период. И пройти сюда можно бесплатно, кроме того, заднее помещение, где есть еще отдельный музей различных других. Видов одежды, мундирования, оружия и так далее, стрелкового оружия. Вход туда идет платный, но, по крайней мере, эта открытая площадка может любой желающий зайти в любое время до 22 часов и получить удовольствие от увиденного. Вот он, знаменитый музей В Верхнем Пышме военной техники. Опять здесь все переставили. Последний раз был здесь два года назад. Вот она мощь отечественного танкостроения. Знаменитый ВВ-1. Различные, кстати, модификации с разными пушками, с разными башнями. Видите, это боевые настоящие танки. Вот так вот их рикошетило, ломало, тирявило снарядами. А это мощь. Смерть фашизм. Это вот реальный танк. А дальше вот тоже КВ, кстати, один реальный танк. А этот уже здесь, смотрите, на этом заводе. Вот КВ-2. Так же это нереальный танк. Это вот уже макет построенный. ИС-2. Мы смотрим, что танк посвящается. ИС-3. Машины, кому интересно. Самолеты различные. Это Остов от подводной лодки. ИС-3 образца 45-го года. Вот на таких в Берлин уже заходили на парад. ИС-2М образца 43-го года. КВ-2 образца 40-го года. Вот это махинища была. Так, тяжелый огнеметный танк. КВ-8 образца 42-го года. Это, оказывается, еще огнеметный танк. Ну и пушка у него была 76 миллиметров. Так, КВ-1С образца 42-го года. Они, кстати, тоже фугасницы неплохие стояли. Беспощадный. КВ-1 образца 39-го года. Вот это вот здоровенная махина. У нас идет Т-35 образца 33-го года. Конечно, он броней особо не располагал. Кому интересно, можете поставить на паузу. Самоходная альтеррористская установка СУ-5-2 образца 34-го года. Тоже довольно-таки большая. Так, это СУ-76М образца 43-го года. Так, это у нас СУ-76И-С1 образца 43-го года. Это тоже уже макет. По макетам, видать, сами собирали на заводе. Это известная техника СУ-ПТАК. Артиллерийская установка СУ-85 образца 43-го года. Это у нас СУ-100 образца 44-го года. Здесь у нас с вами 120-мм самоходная альтеррористская установка СГ-122А образца 42-го года. Даже в мультиках такую не видел. Так, 128-мм самоходная альтеррористская установка СУ-122 образца 42-го года. Такой грызок у нее интересный. Вот, это уже мощь пошла. СУ-122-мм самоходная альтеррористская СУ-122 образца 44-го года. Убийца тигров. Вот 152-мм. ИСУ-152К образца 43-го года. А вот это вот тиграм башни отрывало так, что... Прикрутить потом не могли. Там у нас английская техника. Орудия. Ну и начнем мы с обратной стороны. А зачем с обратной? Мы здесь по тропинке пройдем. Здесь передок артиллерийской. Артиллерийский передок. Пушечки. Ну, честно сказать, мне артиллерия никогда не нравилась. А вот танчики, это да. Это да. Это очень нравилось всегда. Это, скорее всего, Т-44 или Т-50. Так, да, Т-44М образца 44-го года. Здесь у нас средний танк 34-85 образца 44-го года. Дмитрий Донской. Смотрите, какой интересный, выкрашенный в белый. Это у нас Т-34-85 образца 43-го года. Это уже пошли Т-34-ки простые. Средний танк Т-34-76 образца 42-го. Производство уральского танкового завода. Кстати, здесь их и собирали. Народный мститель. Смотрите, башня какая интересная. Это у нас средний танк Т-34-76 образца 43-го тоже. Производство уральского завода тяжелого машиностроения. Челябинского Кировского завода. Производили 43-44 год. Экипаж 4 человека. Ну, пара характеристик, вы можете в интернете посмотреть. Еще одна Т-34-ка. Уже с другой башней. А здесь орудие было, если не ошибаюсь, 54 миллиметра, что ли. Ну и 76 миллиметров стояли орудия. Т-34-76 образца 42-го. Производство уральского танкового завода. Вот здесь я не знаю, такая прям. То ли пробоина, то ли что. То ли специально сделали, то ли личок был. Также средний танк Т-34-76 образца 42-го. Производство Сталинградского тракторного завода. То есть эти Т-34 на разных заводах строили и определенные модификации были. Но это тоже уже конструктор Лего. Так, средний танк образца 41-го. Т-34-57. Вот, вот, 57-я вот эта кусучая пушечка была. Пробивная довольно-таки. 41-й, 43-й года. Ну, вот этот танк конкретно 41-го года идет. Так, и вот с таким вот коротышом, обрезком. Это у нас Т-34-76 образца 40-го года. Это самые первые. Ой, орудие на них. Орудие Л-11. 76 миллиметров. Пушечка. Вот на таких вот наши деды летали. И-16. Это у нас скоростной бомбардировщик АНТ-40 СБ-2М-100. Пикирующий бомбардировщик П-2ФТ. Это у нас истребитель Ла-5ФН. Авиастартер. Вот для завода самолетов использовали. На шасси грузового автомобиля ГАЗ-АА. И пензозаправщик БЗ-39. Немного английской техники. Знаменитый пехотный Валентайн. Пехотный танк МК-3. 40-й, 44-й год. Великобритания, Канада. По линглизу они к нам шли. Легкий танк М3А1. Стюарт. Также по линглизу шли. 41-й, 44-й год. Чаффи М24. 44-й, 45-й год. Так, это Матильда. МК-2А. 37-й, 43-й. Кстати, неплохое бронирование у него было. У этого танчика. Так, дальше-то Шерман стоит явно. За ним, по-моему, Першин, если не ошибаюсь. Так, здесь у нас 76-мм Хелкат М18. 44-й, 45-й год. Это 88-мм самоходная артиллерийская установка Секстон. 43-й, 45-й год. Так, здесь 105-мм гаубица Прист, 42-го года. Так, это, по-моему, Кошак. Не помню. Табличка слетела, но она точнее есть. Так, 72-мм. 72-мм. Ахиллес М10. 44-й, 45-й. Всего был произведен 1100 штук. Вот такой вот был Ахиллесик. Но броня была, конечно, у него не очень. Так, это у нас Першинка М26. Правильно, я не ошибся. 45-й год. Очень хорошее бронирование у него было. Черчилл Крокодил МК-4, 43-й, 45-й год. Тоже, кстати, было очень хорошее бронирование. 800 штук их было произведено. Это их знаменитый Кроммель МК-4, 43-го, 45-го года. Это М3А5ЛИ. Практически не имел брони, но зато имел два орудия. 41-е, 42-е года. Здесь у нас с вами средний танк М4 Шерман, 42-й, 45-й год. Тоже, броня была у него никудышная. Ну, вот более такой усиленный вариант Шерман М4А2, 76, 42-й, 45-й года. Это у нас Матильда. Бульдожка. Стюарт. Известнейший трактор Сталинец. Сталинец, 60, 33-й, 37-е года. 69 тысяч 100 штук их построили в свое время. Так, СТЗ-3, 37-й, 52-й год. Вот эти трактора очень долго еще. Практичные, простые были. Артиллерийский тягач М5 США, 42-й, 45-й. Грузовой автомобиль GMC, 41-й, 45-й год. Вот такие вот были для поездки в пустыне у них GMC, CC-KWAT, 352, 41-й, 45-й США. С интересными передничными колесами. Вот смотри, какая пулеметная турель стояла на вот этих вот GMC-х грузовых. Грузовый автомобиль International M5H. Это тягач Diamond T908. Diamond это бриллиант у нас, да? 40-й, 45-й год, США. Kenworth, 573-й, 43-й, 45-й год. Ремонт эвакуационная машина. Так, большой водоплавающий автомобиль GMC. Duque V 351-й. Так, это что-то уже более современное. Это у нас гусеничная десантная машина Water Buffalo LVT-4, 43-й, 45-й год. Ну, выглядит вполне так современно. А вот это попытка немецких инструкторов. Разработка машинно-реактивной артиллерии BM-13, образца 41-51-го. Сколько было изготовлено, неизвестно. Так, это боевая машина-реактивная артиллерия BM-13N. Год выпуска 43-й, 45-й. Chevrolet. Также артиллерия BM, реактивная артиллерия BM-848, образца 42-го года. И вот такие вот были интересные боевые машины реактивной артиллерии BM-13-16, образца 41-го на гусеничном ходу. Также были на гусеничном ходу боевая машина-реактивная артиллерия BM-824, образца 41-го года. И боевая машина-реактивная артиллерия BM-848, образца 42-го года. Закидывали металлоломом друг друга. И вот, обратите внимание, Су-24М, фронтовой бомбардировщик. Вот так вот он нес вооружение. 71-й, 93-й года. Вот это вот огромнейшая махина. На его фоне я чуть больше, чем колесо. А это Миг. Если я не ошибаюсь, а я не ошибаюсь, это Миг-21PFM. Истребитель-перехватчик. С 64-го по 68-й год. Тоже довольно-таки здоровая махина. Военный санитарный поезд. Обязательно зенитка отстреливаться от немецких самолетов. Орудия танки перевозили. Ухозная грузовая платформа с 37-м литром зенитной пушкой. 61К, образца 39-го года. Четырехосный пассажирский вагон. Год выпуска 36-й. Калининский вагоностроительный завод. Паровоз ЕА номер 24-08. Год выпуска 44-й. Завод изготовитель Болдуин. Локомотив Оргс. США. Всего поставлен в СССР по анализу более 1600 паровозов таких. Представляете? Да, это было в свое время очень хорошая, сильная подмога. И очки можно было в столовой покушать. Здесь сидели, видать, врачи. Осуществляли прием. Уж не знаю, раковина такая, не такая была. Здесь операционная была. Жаль, ну-то нельзя зайти. И здесь вот в таких вот палатах, видать, лежали раненые. Были также и наши паровозы МК-716-66. Год выпуска 31-й. Завод изготовитель Варшилов. Градский паровоз. Стоительный завод имени Октябрьской революции. Всего произведено 2326 штук. Да, а что же в свое время? Сколько их? Вот, кстати, рядом такой же, скорее всего, стоит. Так, это у нас 140-мм выпусковая установка БМ-1417. Мина корабельная, якорная. Мина авиационная, неконтактная, якорная, лира. Изделие 365 УП. Годы производства с 1956 года. Торпеда. Самонаводящиеся. 1958 год. Вот такие уже самонаводящиеся торпеды были. Так, это 140-мм выпусковая установка 1988 года. Орудие. 130-мм береговая артиллерийская установка Б-13-3С образца 1948 года. Так, это у нас 37-мм спаренная автоматическая зенитная установка ВЭД-11М образца 1956 года. Здесь у нас 25-мм спаренная автоматическая зенитная установка 2М3М образца 1953 года. И 14,5-мм корабельная пулеметная установка 2М7 образца 1951 года. Военные катера. Посмотрите, башня стоит и орудие. АТ-34. Малоречной бронекатер. Проект 11-25 годы. Производство 36-45 год. 204 штуки было произведено. Так, макет бронированного охотника БМПО. Проект 194 года. Производство 43-45. Всего 66 штук было произведено. Так, бронекатер МБК. Проект 161-42-44 год. Все было производство свое практически. А это вот у нас такие торпеды были, представляете? Торпедные отсеки вот так вот они открывались. И вот такие вот торпедищи уходили. Торпеда парогазовая. 53-37, доброста 41-го года. Изготовлено около 4000 торпед. Так, малодизельная подводная лодка типа М-Малютка. 12-й серии. 36-й, 43-й год. Всего изготовлено 46 штук. Ничего себе, малютка. Такая малютка до сих пор сможет потопить любой корабль. Это уже более современная техника. Машина обеспечения боевого дежурства. 15В-231 образца 89-го года. Так, а это у нас тягач-вездеход ДТ-10П «Витязь». Производство с 81-го года. Они шли на широком гусеничном ходу. Я так понимаю, он еще и болотоходом был. Колесики приспустили. Ничего, бывает. О, кабинка-то там. А зато руль-то, ого. Так, самоходная пусковая установка 9П-117. Оперативно-тактического и ракетного комплекса 9К-72 «Эльбрус» образца 67-го года. Оно вообще 64-й и 72-го года. Ну, тут это 67-го года конкретно. Машина. А это одни из первых ракетоносителей. Так, пусковая установка 9П-113 оперативно-тактического ракетного комплекса 9К-52 «Луна-М» образца 64-го года. 64-го по 72-й год. Вот таких вот. Вот такие вот луны у нас курировали. А это у нас гоночный зелок Маркина. Гонял он на гонках. Ох, заниженная на пер он. Ого-го. Молоковозик старенький. Старенький советский молоковозик. Пожарная машинка старенькая тоже. Старушечки. Автолавка. Бакалея, промтовары. И пазики вот эти первые. Ох, сколько я на них. Ну, слушай, состояние у него как новый. Где-то в музее, видать, простоял. Нивка какая, желтая, прям яркая, сочная. Москвич, Волга. Такие вот луазы были. Сделано в СССР. Крауан СССР. И на заднем плане отсюда, видите, не видите, Москвич. Азылкашный. Гоночный. Номер 17. Ну что, тяжелая артиллерия. Боевая машина 9А52-2. Реактивная система залпового огня 9К58 СМЕРЧ. Образца 87-го года. Такая даст, так даст. Даже сейчас. Заряжай, да? Пускай. Состояние почти новое. Пусковая остановка БМ-21. Реактивная система залпового огня 9К51 ГРАТ. Образца 63-го года. На базе Урала. Так, спусковая остановка БМ-21. Реактивная система залпового огня 9К55 ГРАТ. 1. Образца 76-го года. Пусковая установка БМ-21. ГРАТ. БМ-67-го года. Боевая машина реактивной артиллерии БМ-1417. Образца 58-го года. Пушина кабина не менялась. Боевая машина реактивной артиллерии БМ-13 НММ-2 БСМ-Р Образца 66-го года. Так, боевая машина реактивной артиллерии БМ-13 НММ-2 БСМ Образца 68-го года. И знаменитая боевая машина реактивной артиллерии БМ-13 БСМ-41 Так называемая Катюша на базе ЗИСа. Вот она была мощь Крушила фашистов и не только. Очень мощные артиллерийские установки. 1203 миллиметра гаубица. Наверное, 203 миллиметра, а не 1203 тут. Скорее всего. Какая-то опечатка В-4М БМ-14 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 Тогда это будет 203 миллиметра. Зачем переди цифра 1? Непонятно. Неважно. 152-миллиметровая пушка 2А-36 Гиацинт-Б Образца 76-го года. 152-миллиметра пушка Д-20 Образца 55-го года. 152-миллиметра Полковая гаубица 2А-61 Под-Б Рекомендованное Принятие на вооружение В 1991-м году. 120-миллиметровая гаубица Д-30 2А-18 Образца 60-го года. Это у нас с вами 152-миллиметровая Противотанковая Самодвижущая Пушка 2А-45 М Спрут-Б Образца 91-го года. Она еще и Самодвижущая. Интересно. Так. 100-миллиметровая Противотанковая Пушка МТ-12 Рапира Образца 71-го года. 100-миллиметровая Противотанковая Пушка Т-12 Образца 61-го года. 85-миллиметровая Противотанковая Пушка Т-48 Образца 53-го года. 85-миллиметровая Дивизионная Пушка Т-44 Образца 46-го года. 76-миллиметровая Горная Пушка М-99 Образца 58-го года. Какая она Интересная. 240-мм миномет 2Б8 из состава самоходно-минометной установки 2С4, тюльпан, образца 1971 года. 240-мм миномет М240, образца 1950 года. 160-мм дивизионный миномет М160, образца 1949 года. 82-мм автоматический миномет 2Б9М Василек, образца 1970 года. Воздушный командный пункт Ми-8 и В, Ми-9, 1977-78 года. Здоровый был сам вертолетик. Так, многоцелевой ударный вертолет Ми-24В, с 1973 по 1986 год. Экипаж 3 человека, десант до 8 человек. Очень хорошо вооружен. Какой малыш! Вертолет Ми-2, 1965 по 1992 год. Ми-2, вот этот вот малыш. Так, здесь у нас истребитель-бомбардировщик МиГ-27. 75-го года, произвел 764 штуки. К сожалению, у нас солнце прям... Глаза свеет. Так, истребитель МиГ-29, с 82-го года по нынешнее время. 1100 штук всех модификаций. До сих пор эти самолеты летают. До сих пор несут смерть. Так, летающая лаборатория Ту-16ЛЛ. С 1955 года, вот этого махинища, производилась. Вот это мощь. Какие тут хорошие обзоры были. Ну, по идее, скорее всего, здесь еще и пулемет был. Так, дегазационный войсковой комплект ДКВ-1С. Машина предназначена для проведения дегазации, дезактивации, дезинфекции вооружения и военной техники. А информация засекречена. Это явно что-то десантное. Так, разведывательная химическая машина РХМ-2С. Предназначена для проведения химических, радиационной и биологической разведки местности. А это, кстати, у нас, скорее всего, разведывательная химическая машина РХМ-Кошелот. Это оттуда, скорее всего, отпало. Предназначена для химической, радиационной и биологической разведки. Ну, пусть оно здесь также и лежит. Так, разведывательная машина Химической безопасности БРДМ-2РХБ Предназначена для проведения Химической, радиационной и биологической Разведки местности Так, это у нас с вами На базе Урала Тепловая машина специальная ТМС-65Д Машина предназначена для дезинфекции Дегазации и дезинфекции Военной техники газовым и газокапельным потоком Здесь у нас с вами Авторазливочная станция АРС-15 Предназначена для дегазации, дезинфекции И так далее Авторазливочная станция АРС-14 Так Это у нас дымовая машина ТДА-М Машина предназначена для задымления Объектов нейтральным дымом Для дезинфекции местности И объектов Инфекциидными аэрозолями Ой, кошмар Так, и Обмывочно-нейтрализационная машина 8Т-311 Кувалдочка С лопатками Это у нас с вами бронетранспортер БТР-50П Образца 59-го года Так, боевая машина пехоты БМП-1П Образца 79-го года Прозвено около 20 тысяч штук Ну, говорит, решит А то еще было Много погибло людей в ней Боевая машина пехоты БМП-2 Образца 80-го года До 90-го года Их производили Тоже брони Практически не было Так, это у нас Боевая машина десанта БМД-1П Образца 78-го года До 86-го года Их Производили Так, бронетранспортер БТР-40 Образца 49-го года До 58-го Их Производили Так, бронетранспортер БТР-152 В1 Образца 58-го года Здесь у нас с вами Малыш Бронированная разведывательная Дозорная машина БРДМ-1 Образца 58-го года До 66-го года Их производили Так, бронированная разведывательная Дозорная машина БРДМ-2 Образца 67-го года Он, кстати, с такими Маленькими колесками Такая танкеточка Была в детстве Бронетранспортер БТР-60 ПБ Образца 66-го года До 87-го года Был А этот как будто Где-то ездил Действующий весь Ранный Так, бронетранспортер БТР-70 Образца 71-го года До 90-х годов Вот эту машину Производили Так, это у нас Бронетранспортер БТР-80 Образца 71-го Года Вот по настоящее время До сих пор Их производят Вот в таком виде Практически и меняется Единственное На них навесное оборудование Так далее Разное Основной боевой танк Т-80 УД Береза Образца 87-го года По 91-й год Их производили Это у нас Основной боевой танк Т-72 Урал Образца 73-го года До 79-го года Произведено Более 30-ти тысяч штук Различных модификаций Основной боевой танк Т-64А Бросца 68-го года Производился До 87-го года Произведено Около 8-ми тысяч штук Всех модификаций Так Средний танк Т-62 Образца 61-го года Произведено Больше 19-ти тысяч танков Затем идет Средний танк Т-55 Образца 58-го года Выпуска До 69-го года Около 20-ти тысяч Произведено Различных модификаций Танк Т-54Б Образца 56-го года До 59-го Произведено Около 1735 штук Ох ты какой-то Т-54 Образца 46-го года Какая интересная башня У него стоит Еще Старого образца До 49-го Было около 660 штук Построено Здесь легкий плавающий танк ПТ-76 Образца 51-го года Около 5000 штук Было построено Такая вот Интересная техника Очень здоровая Внушительная Самоходная станция Обнаружения цели П-40 Броня Образца 61-го года Произведено Произведено Около 470 штук Немного бронепоездов А также На базе Колейки Легкий бронеавтомобиль Фай МЖД Образца 39-го года До 41-го года Производили их Ну и были Видите Свои колеса То есть Можно было Переобуть Сесть Поехать Уже Так А здесь Видите Интересно Используем То есть Можно было Колеса Сразу скидать Так Средний бронеавтомобиль БА-10ЖД Образца 37-го года По 41-й 20 штук Кстати Всего было Произведено Совсем мало Так Это у нас С вами Средний бронеавтомобиль БА-64В С 42-го По 43-й Всего В общем На 4 штуки Экипаж 2 человека Это уже Такие вот Интересные Вагоны Башня Так Тяжелая Бронедрезина БДМ-35 Экипаж 9 человек Толщина брони 10-16 мм Ну брони По сути не было Так От пехоты От пулемета Но в любом случае Хоть какое-то Прикрытие И вот Такой вот Интересный Более Серьезный Моторный Броневой Вагон МБ В2 Экипаж 34-40 Человек Толщина Броней 16-20 мм Вооружение Пушечки Были Определенные Пулеметы Эх Солнце У нас с вами Ребятки Не с той стороны Так Машина Артиллерийской Разведки И управления Огнем 1В-119 Реостат Образца 82-го Года Выпуска Машина Старшего Офицерской Так Старшего Офицера Батареи 1В-13-1 Комплекса Средств Автоматизации Управления Огнем 1В-12-1 Образца 173-го Года В честь Устаршего Церкви Здоровый Был Хоржем Здоровая Так Машина Командира Батареи 1В-19 Клен 2 Комплекса Машин Управления Огнем Бусируемой Артиллерии 1В-17 Машина Б На что же Она похожа Как вы думаете Командно-штабная Машина Р-Чит Так 145 БМ Чайка 70-й По 87-й Год Кстати Какая-то Масляная Протечка Возможно Техника Еще На ходу Вообще Без вооружения Так Подвижной Разведывательный Пункт ПРП 3 Вал Образца 71-го По 80-й Год Ну здесь Хоть пулемет Есть Так Артерийский Тягач АТС 59Г Образца 70-го Года До 89-го Года Их Использовали Машина Технической Помощи МТП 1 На базе БТР 50-п Образца 59-го Года Самоходная Реактивная Установка Разминирования У Р-77 Метеорит Образца 78-го Года Так Зенитно-управляемая Ракета В-300 Зенитно-ракетного Комплекса С-25 Беркут 51-го Года Так Это у нас С вами Интересный Набалдашник Самоходная Огневая Остановка 9А-310 Зенитно-ракетного Комплекса 9К-37 Бук Образца 79-го Года Так вот Чем на Украине Там Якобы Бомбили Якобы Нашими Буками Наш Бук Стоит на месте В музее Вот он Верхний Пушме Так Самоходная Пусковая Остановка КС-41 2П-24 Зенитно-ракетного Комплекса 2К-11 Круг Образца 65-го Года И до 82-го Года Их Производили Серьезное Вооружение Пусковая Установка СМ-90 Зенитно-ракетного Комплекса С-75М Волхов Образца 61-го Года До 80-го Года Их Производили Так Зенитная Самоходная Установка ЗСУ 23-4 В2 А6 Шилка Образца 62-го Года Также До 82-го Года Их Производили 100-мм Зенитная Пушка КС-19 Образца 48-го Года По 56-го Их Производили Больше 10 тысяч 10 тысяч 151 Штука Была Произведена Так 57-мм Автоматическая Зенитная Пушка С-60 Образца 1950-го Года До 57-го Года Их Производили Ну да Маленькая Пукалка Итак Здесь У нас С вами 152-х Миллиметровый Самоходная Гаубица 2С-19 М100С Образца 89-го Года Следующее Орудие 203-х Миллиметровая Самоходная Пушка 2С-7 Пион Образца 75-го Года Производили До 85-го Года Около 500 Штук Было Построено Ох Тут Столк Неудобно Стоит Так 240-миллиметровая Самоходная Минометная Установка 2С-4 Тюльпан Таких Самохода 122-миллиметра Самоходная Гаубица 2С-1 Гвоздика Образца 70-го До 1991 года Производили Около 10 тысяч Штук 120-миллиметрового Самоходная Артиллерийская Орудие 2С-9 Ноно С Образца 81-го До 89-го Года Производили Около 1400 Штук Ух Ти Какая Малисипутечка Интересная Это У нас С вами 57-миллиметровый Авиадесанта Самоходная Артиллерийская Установка Асу 57 Образца 51-го Года До 62-го Года Производили Около 400 Штук Было Произведено Бедная Десантура Все Самое Маленькое У меня Было Итак Военная Спецтехника Путепрокладчик БАТ-М Образца 53-го До 72-го Года Их Производили Для Прокладывания Так Колонных Путей Засыпки Воронок Рвов Траншей Проделывание Проходов Завалах Расчистки Дорог В общем Хорошая Спецтехника Сейчас бы Нам тоже Не пригодилась Так Бронированный Тягач БТС-4А Образца 67-го Года Предназначен Для эвакуации Аварийных Танков С поля Боя Экипаж 2 человека Водоплавающая Машинешечка Малый Автомобиль Водоплавающий МАП ГАЗ 011 С 51-го 53-й Год 68 Штук Всего Произведено Такой же Можно было Посадить В более Большой Плавающий Автомобиль Это у нас Большой Автомобиль Водоплавающий Зил 405 БАФ Так С 52-го По 59-й Год Производили Боевого Применения Не было У него И Это у нас С вами Более Современная Техника МЧС Плавающий Транспортер ПТС М Образа 65-го Года Почему В рассказке МЧС Видать его Используют До сих пор Предназначен Для переправы Людей Техники Грузов Через водные Преграды И перевозки По суше В условиях Бездорожья Ох Сейчас бы он Как пригодился По нашим Дорогам Само То Здесь Гусеничный Минный Заградитель ГМЗ 2 Броссаж 70-го Года Предназначен Для Механизированной Становки Противотанковых Мин В ходе Боя В грунт В снег Бронепоезда Итак Зенитная Бронеплощадка ПВО-4 Толщина брони 30 мм Артиллерийская Бронеплощадка ПЛ-43 Толщина брони 30-45 мм Вооружение 46 мм Пушка Ф-34 Башня Танка Т-34-76 Боекомплект 168 Выстрелов Артиллерийская Бронеплощадка ПЛ-43 Такая же По сути Так Это уже Бронепоезд Пошел Вот так Вот выглядит Поезд В броне Я представляю Какая там Температура Была Сколько Шиндействен У него Броня Была Так Бронепаровоз ПР-43 Длина Так 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 Вес Рабочица И 80 тонн Скорость До 55 км Мощь 600 лошадей Так Толщина брони 10-30 мл Всего-то Ну собственно говоря Не так уж и много 150 мл Пушка М2 Лонг Том Образца 44 года О Смотрите Главное Чтобы они Оттуда Не упали Бензозаправщик БЗ 35С Годы Производства 43-45 Так Истребитель Бомбардировщик Бел Р 63 С5 Кинг Кобра 42 по 45 3300 штук Поставлено Полинвизов СССР Около 2,4 Штук Довольно-таки Много Какой долбильщик Так Истребитель Як-9 У 44 по 48 Год Около 17000 Было Построено Так Здесь У нас С вами Штурмовик Ил-2 Вот она Гроза Немтов Была 42 по 45 Год Около 36000 Всех Модификаций Такой Вот Интересный Водоплавающий Самолетик Мотор Обратите Внимание Находится На крыше Итак Морской Ближний Разведчик МБР2 М34 Годы Производства 36 по 40 Около 1365 Штук Было Произведено Всех Модификаций Удобно Кстати Для Апокалипсиса Полетал Нашел Приземлился Самолет Р5 Годы Производства 30 36 Около 6000 Модификаций Так Это у нас С вами Ракетный Истребитель Би-1 Всего Изготовлено 9 штук Вот Такой Верхний Пышме Шикарный Музей Так Он расширяется Его постоянно Достраивают Постоянно Тут они двигаются Тетрис Играют Танками Эти танки Стояли левее Я здесь уже Третий раз И впервые Я зашел сюда Бесплатно Раньше вход был К сожалению Платный Но вот первый раз Я сюда попал Бесплатно И работает Кстати До 22 Часов Вечера До октября Так что Приезжайте Разглядывать Особенно Любители Танкисты Я думаю Вы тут будете Кипятком Писеться От удовольствия Тут конечно Некоторые танки Некоторая техника Чувствуется Прям история Прикасаешься к ним И понимаешь Что в этих танках Гибли люди И от этих танков Гибли люди Хоть это были и фашисты Как Коля там сказал Откуда-то издалека Что это были тоже люди Не понимают они Вот она мощь Советского танкостроения Эпоха за эпохой Как уже доказано Всеми историками Самое большое Серьезное продвижение В танкостроении Именно произошло Во время Второй мировой войны Когда СССР Соперничал Против всего мира Так Макет Рубки Дизельно-электрической Подводной лодки С-13 Производство С-39 Года Такие торпеды На ней стояли 45-ти миллиметров Полуавтоматическая Универсальная пушка 21К Образца 34-го года 37-ми метровая Автоматическая Зенитная пушка 70К Образца 40-го года Так Бомба Большая Глубинная ББ-1 Образца 33-го года Общая масса 165 килограмм Бомба Малая Глубинная БМ Образца 33-го года Вот она дальше И вот такой вот Небольшой Еще один Военный Катер На котором Были такие вот Торпеды Парогазовые 45-36 МО Образца 39-го года Так Макет торпедного Катера Комсомолец Проект 123Б 44-й по 48-й год Их производили Вот такими Торпедами Торпедами 76-мм полковая пушка 27-го года Ох, какой динозавр С 28-го по 43-й год Их производили Около 18-ти тысяч Штук Вот Знаменитая 45-мм противотанковая Пушечка 53-ка Образца 37-го года Заряжение Унитарное 45-мм противотанковая Пушка М42 Образца 42-го года Около 11-ти тысяч Штук Так 76-мм Дивизионная Пушка Ф-22 Образца 36-го года Тоже Около 3-х тысяч Было Кстати, вот Боевое применение Военные конфликты На озере Хасан И речке Халкингол Советско-финская Великая Отечественная Война 57-мм противотанковая Пушка ЗИС-2 Образца 46-го года 76-мм Дивизионная Пушка ЗИС-3 Образца 42-го года Около 48 тысяч Было Произведено 100-мм Полевая Пушка БС-3 Образца 44-го Года До 51-го года Производили 3816 штук 122-мм Корпусная Пушка Образца 31-37-го Годов Производили Кстати, до 46-го года Около 2500 штук Произведено Так, 152-мм Гаутса Пушка МЛ-20 Образца 37-го года 122-мм Гаутса Образца 10-го 30-х годов Ну, до 41-го года Их все равно Производили Почти 6000 штук Наделали 152-мм Гаутса Образца 19-го Года 30-х годов До 41-го года Их производили 2600 штук С Первой мировой войны Кстати, вот эти пушечки Использовали 152-мм Дивизионная Гаутса М10 Образца 38-го года До 41-го года Их производили Также 122-мм Гаутса М30 Образца 38-го года До 55-го года Производили Около 19260 штук 152-мм Гаутса Д1 Образца 43-го года До 49-го года Производили 203-мм Гаутса Б4 Образца 32-го года 889 штук Их было произведено Так, это у нас Зенитное орудие 40-мм Автоматическая Зенитная пушка М1 Бофорс Образца 43-го С 33-го По 50-й Года С СССР По лизингу 5511 штук Сехмодификаций 37-мм Автоматическая Зенитная пушка 61-го Образца 39-го года 76-ти Зенитная пушка 3К Образца 31-го Года 39-го И 85-мм Зенитная пушка Образца 44-го года 1332 штуки Было произведено Вот на таких Наши деды Работали Экспонат Принимает участие В съемках Худольственного Фильма Ага Значит эти Еще и Экспользуют У нас И вот видите Вот это все наращивают То есть внутри Музей находится Вот в этом здании Полностью Три этажа В подвале Скорее всего Тоже Вот еще Пристройка И здесь Раньше Тоже техника Стала То есть они Еще расширяются Так Зенитно-прожекторная Станция 315-4 На базе Грузового Ази 15-4 На базе Грузового Автомобиля ЗИС-12 Производство 38-й 44-й Года Больше 15 тысяч Произведено Путешествуйте Смотрите Разные интересные вещи Разглядывайте Интересуйтесь Будьте любознательны Двигайтесь вперед Не сидите дома Не смотрите По телевизору Увидели? Приедьте Посмотрите сами Это самое лучшее Что вы можете сделать В этой жизни Живем один раз Всем удачи Подписываемся на канал Ставим палец вверх Комментируем Предлагаем Куда бы мне еще съездить И вам показать Если уж вы не можете Сами встать Со своих кресел Всем удачи Здоровья вам Добра Занимайтесь спортом Пока-пока